Здравствуйте, уважаемые наши зрители! И сегодня мы хотели бы выполнить одну из ваших просьб и рассказать вам... О, привет, Волк! Будешь помогать? Ясно. Да, и рассказать вам о том, какие в наших языках, в русском языке... И в польском. И в польском языке есть созвучные слова, которые совершенно, совершенно имеют разные значения. И очень забавные порой. Вот мы с этим столкнулись, когда начали учить эти языки, языки друг друга. Ну, точнее, Маша с Домиником они больше с этим столкнулись. Я вы, наверное, не помню, первый такой смешный момент был тогда, когда мы имели театр в Дыне. А, да, мы говорили о том, что Дыня у них это тыква... О, нет, подождите. О, нет, подождите этот темат. И наоборот. Да, да. Смотрите фильм, который был о Хэллоуин. Да, да. И там мы вот как раз об этой игры слов разговариваем. Так вот, есть еще много, много разных других слов, которые точно так же очень забавно звучат. Давайте вот сегодня о них поговорим. Так. Вот. То что, начнем с самого трудного? И так начнем с самого трудного. Ну, то не есть трудное, но очень загматвальное. Постараемся это вам выяснить. Так. То что? Так. Дыван. То есть то, что на подводе есть, так? Диван. Диван? Да нет. Диван это то, на чем сидят. Мягкий такой диван. Сидят в телевизор смотрят. Нет. То есть канапа. Нет. Это диван. Так вот, мы об этом и говорим. Диван в русском языке. Это значит диван, на котором сидят. А в Польше диван это что? Диван? Это ковер, представляете? Не, но ковер то есть икра. Я уже ничего не понимаю. Какая икра? Подожди. Ну, такая... Подожди, подожди. Подожди, подожди. Давай сначала про диван. Диван это ковер по-польски. Не, ковер то есть икра. Так, ладно. Хорошо. А диван это что? Ну, диван то есть... Ну, на подлодце, такой... Да какой на полу? Диван это ковер по-польски. Не, ковер то есть икра. Да какая... А диван это что? Доброе. Выяснимо это на примере. На образку. Посмотрите. А еще я хочу рассказать вам одну очень интересную историю. Когда мы с Волком только познакомились, и он жил там в своих польских лесах, мы общались с ним через Google Translate. Это, конечно, не реклама, но все равно мы общались. Потому что я не очень разговаривала по-польски, а он не очень разговаривал по-русски. Так. Вот, поэтому он мне написал на польском письмо, а я его перевела на русский. И вот однажды я получаю письмо, в котором Волк мне пишет. Здравствуй, Закулийска. Я вот тут сейчас сходил в соседний лес, съел два диванчика и потом пришел отдыхать. Так вот. Я думаю, какие два диванчика он съел. Как можно прийти и съесть два диванчика? Вы представляете? Так вот, а переводчик мне перевел, что он съел два диванчика, то есть две канапы, да? А если уменьшительно, значит два диванчика. Ой, я вообще даже не знаю, поняли вы что-нибудь или нет, но я немножечко начинаю понимать. Это только сейчас. Так, а меня всегда удивляет то, что вы на то, на гуше, как это называется? Где? Ну там. Где там? Над головой нашим, что нам светит. На небе? Так, не, ну тут над головой нашим. Солнечки? Ну, генеральный жерандол, который есть на гуше. Люстра? Ну, люстра. О, люстра. Люстра. То по-польскому, ну там где-то. Люстра, это зеркало. Это зеркало. Представляете? Вот вы только представьте себе, просыпается волк и говорит мне, ты так чудесно выглядишь. Пойди, посмотри в люстру. И что я должна понимать? Посмотри, говорит, в люстру. Ну и посмотрю в люстру, и что я там вижу? И она так смотрит, ничего и не увидит. И говорит, ты что я там должна увидеть? А он мне говорит, ты посмотри в люстру и увидишь свою прекрасную уроду. Еще хотела вот у тебя что спросить. Иду вот я, значит, по-польси и вижу вот эту картину. Ну и что я для тебя не понимаю? Ну вот что такое салон уроды? Ну? Вот ну как это понимать? Ну, салон уроды, там кубеты ходят. Салон пенькости. Там кубеты ходят, фризуры соби робят, пазнокти. Слушай, я не понимаю, как можно добровольно пойти женщине в салон уроды и чтобы из себя кого? Уродину сделать что ли? Ну? Ну, уродина, это же очень некрасиво. Ну, кубеты любят быть красивыми. Уродзивые. А, ну да. Уродзивые. По-польски это значит красивыми быть. Понимаете? Урода это у них красота. Вот это да. Салон красоты. Представляете, да? То есть я могу про себя сказать, что я такая уродина. Ну, не совсем уродина, но уродива. Правильно? Ты моя жабка. Какая я жабка? Я... Что снова не так powiedziałem? А, кстати, жабка. Ты вообще меня... Как? Ты можешь меня жабкой называть? Вот если ты... Это же мала сводка жабка. Какая пенька на сводка? Жаба это страшная, такая противная, такая зеленая. Да нет, то есть рупуха. Рупуха. А то я третьему исходку. Жабка. Жабка. Жабечка. Да нет, вот если бы ты сказал лягушоночек мой, лягушечка моя, а ты мне говоришь жаба. Не. Жабка. Жабка. А, подожди. Ну да. По-польски жабка. Это же... Это же лягушечка. Да. Да. Это лягушечка. Значит... Значит, что? Смешно. Ну, значит, действительно смешно. Но тогда ладно. Не стоит на тебя обижаться. Можно про это забыть. Запомнить. Подожди. Как это можно это запомнить? Запомнить. 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 Что с тобой не так? Слушай, подожди. Не, ну, слушай. А, ну, конечно, конечно. Ведь в польском языке запомнить, это значит, по-нашему, забыть. Представляете? Он мне говорит, запомни это. Запомни, о том запомни. Это значит, забудь. Запомни, о том запомни. Представляете себе? Ох уж эти языки. Ох, надо будет как-то таки за лягушка почувствовать, чтобы все было в нашем Слово-словианский язык. Ой, ой, согласна с тобой. Так что надо просто Все это запоминать. И выпить хербатку. И попить, ой, и повыпить Чего? Чилибочку. Хербатка. Субтитры подогнал «Симон»